Практически два года назад Epic ввела свою систему оплаты Fortnite на iOS и Android, после чего Apple и Google убрали игру из своих магазинов приложений. Не расстраивайся. В свою же очередь эта ситуация породила очень большой конфликт, итог которого отсутствие Fortnite на iOS в ближайшие пять лет. И к слову, Fortnite лишился около 30 миллионов мобильных игроков. Но совсем недавно оказалось, что что? Фортнайт снова доступен на iOS? Ула Мигас, на связи Матвей, и да, я опоздал с этой новостью на неделю, но Fortnite, вот прям мобильный Fortnite, возвращается на iOS. Но, к сожалению, с некоторыми нюансами, через GeForce Now, сейчас только закрытое бета-тестирование, в общем, да. В общем, сегодня в этом видео я расскажу вам все подробности касаемо возвращения Fortnite на iOS через GeForce Now, о которых, к моему удивлению, даже у Пола почему-то не сказал. Когда закончится бета-тестирование, как будет проходить игровая сессия, обо всем этом мы сейчас и поговорим. Но перед тем, как мы начнем, бро, хочу обратиться лично к тебе. Если ты так же, как и я, истинно ценитель Fortnite, и ты почему-то впервые на моем канале, то обязательно оформляй подписку. Я тут снимаю достаточно интересные видео, которые, уверен, тебе понравятся, так что прошу твоего внимания. И не забывай, что лучшая поддержка меня, это мой тег-автор-мотивкар в твоем ежедневном магазине Fortnite. Смело води и покупай исключительно с ним. Ну а также вот первый и рандомный комментарий из последних видео на канале. Кстати, чем больше комментариев ты оставишь под этим видео, тем выше твой шанс попасть в следующий ролик, поэтому спам разрешен. Надеюсь, вы меня поняли, и теперь давайте, наконец-таки, перейдем к сегодняшней теме. Короче, реальные алды моего канала смотрели мое видео еще в начале лета, в котором я говорил о возвращении Fortnite на iOS через GeForce Now. Кому интересно, то можете освежить память по подсказке в правом верхнем углу. Там я использовал только официальную информацию, в которой говорилось о том, что в Fortnite через GeForce Now можно будет поиграть уже в начале октября 2021 года. Но, видимо, у GeForce Now что-то пошло не так, поэтому вся эта движуха началась только в январе 2022. И что мы имеем на сегодняшний момент? 13 января Nvidia и Epic Games официально запустили закрытое тестирование облачной версии Fortnite для мобильных устройств. То есть, тем, кто тупо зареган в GeForce Now, на почту приходят уведомления с приглашением, в котором приглашают на бета-тестирование Fortnite в GFN. Тебе дают специальную ссылку, ты по ней заходишь, отстаиваешь небольшую очередь и тупо играешь в Fortnite на iOS. Тестирование будет проходить в течение ограниченного времени, но как долго в Nvidia не уточнили. Компания будет отправлять дополнительные приглашения в течение нескольких недель. По своим прогнозам могу сказать, что бета-тестирование Fortnite продлиться вплоть до конца января. А уже далее, либо сразу, либо через какое-то небольшое количество времени, Fortnite выйдет уже в открытом доступе. В принципе, относительно общей ситуации Fortnite на iOS, эти сроки можно считать очень маленькими. В наше время мы ждали Fortnite целый год, а тут всего лишь несколько недель. Более того, игрокам доступно полноценное сенсорное управление Fortnite, прям как в мобильной версии. Вот это вот реально вообще имба, потому что, кто не знал, то в Fortnite можно было на iOS играть еще в конце 2020 года. Да, другие сервисы по обычному геймингу представляли такую возможность, но, конечно же, не в пределах СНГ. Но там игру можно было реализовать через геймпады и примитивные виртуальные кнопки. А здесь будет прям полноценное мобильное управление, которое вы, к примеру, можете заметить сейчас у себя на экране. Поэтому можно сказать, что вот не просто Fortnite возвращается на iOS, а вот именно мобильный Fortnite возвращается на iOS. И это не может не радовать. На iOS трансляция будет происходить в браузере Safari, а на Android в специальном приложении GeForce Now. Ну, в принципе, на Android играть в Fortnite через GFN смысла нет, потому что и так его можно спокойно скачать в 60 фпс без лагов по моему специальному АПК. А если ты впервые слышишь о том, что в Fortnite на Android можно спокойно играть в 60 фпс без лагов, то, чел, я тебя вообще не понимаю, пиши в личное сообщение нашей ВК группы по первой ссылке в описании, проси АПК и играй с удовольствием. А пользователям iOS только и остается подавать заявки на закрытое бета-тестирование и играть в Fortnite через GeForce Now. Но зато, если вы все-таки сможете поиграть в Fortnite на iPhone через GFN, то поиграете вы точно с кайфом. Потому что в Fortnite вы сможете играть с самыми высокими настройками графики и самым высоким доступным фпс. Ну, типа, если вы будете играть с обычного айфона или айпада, то это будет всего 60 фпс. А если с iPad Pro и iPhone 13, то целых 120. Ну, а узнать о том, как проходят игровые сеансы и чё это вообще за сервис GeForce Now, вы можете в моем специальном видео на канале, которое я выкладывал 2 месяца назад. Видео, кстати, само по себе очень годное, я над ним сильно постарался, поэтому к просмотру обязательно. Ну и на этом у меня пока что по новостям для вас это всё. Огромное спасибо за просмотр и если это видео было для вас интересным, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. В ближайшем будущем на канале выйдет видео про геймплей Fortnite на iOS через GeForce Now и вообще гайд, как в него начать играть. Поэтому вот вам ещё одна причина подписаться, если вы тут вдруг впервые. Ну а так, пишите в комментариях, играли ли вы Fortnite через GeForce Now на iOS и что вы вообще думаете на этот счёт. Было бы интересно об этом узнать. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово GFN. Только так я смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и конечно же все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции с вами как всегда был Матвей. Аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok